И всем привет! Вы на канале Vedraid Gaming. Меня зовут Александр и сегодня у нас финал топа первого тира в топовых кораблях Modern Warships. Осталось посмотреть только одного голока и сделать выводы по всему тиру. Использовать на нем будем самые топовые модули. Как всегда, проедем 4 боя и поставим новые оценочки. Либо пересмотрим старые. Так что, поехали! Ну чё, ребятки, гоним в первый бой в прямом переносном смысле. Скорость у нас дофигища, 31 узел. А вот прочности немного, 37-700. Всё-таки у нас корпус из какого-то там углепластика, а газ стоит. Так, кто у нас по составу давайте посмотрим. Есть живые, есть бот один Ара. Хорошо, с ним будем говорить в последнюю очередь. Наверное, да. Чего по вооружению? Есть крутая классная пушка. Посмотрите на её скорострельность и точность. Всё работает, всё как надо. То есть это не то, что было у нас в последние разы. И две крутые ракеты. Гарпунами будем разводить цель на ловушке, либо просто дамажить. А калибрами просто дамажить, как-то так, да. Главное, естественно, сильно не танковать, потому что прочности у нас мало. Есть цель. Форт Ворсик, здорово. Ну, он, наверное, уйдёт сейчас. Ой, пушка хорошо высоко стоит. Слушайте, можно с этой неудобной позиции закидываться. Ты будешь ловушки делать, нет? Или ты какара? Какара. Он, походу, какара. Ему пофиг, ему не нужны ловушки. Ну да, такие тоже, пацаны, бывают. Чувак, там ловушки есть. Давайте попробуем. Вот, калибр. Если кидаешь калибр, сразу же в ловушки уходит. Это, естественно. Здесь надо сделать оборот. Ну, корабль мощный. Ракета полетела. Но уже не про нас, а на Агам. Первого задушили очень молниеносно. Не зря гарпуны получили свои девять ведёрок. Я видел ловушки вот здесь вот. А где-то стоишь-то? Обходим, обходим. Хурикан я сзади. Ты видишь меня? Видит, молодец. Ну всё. Калибр его сейчас похоронит. Смотрите, эти цифры урона. Тыц, тыц. Где мои цифры урона? Всё залетело. Ну это задержка идёт. Уничтожение прошло успешно. Ой, сбоку кто-то появился. Ещё один хурикан. Это, конечно, неприятно. Давайте мы сделаем так. Заворачивай. Я не увидел, ловухи были, нет? Ловух не было, но за мной уже вышли. Ёпара, зато как это больно. Успеем, нет? Сейчас, походу, откинусь. Давай, динамика спасай. Сейчас отъедем куда-нибудь в сторонку. Так, всё, хорошо, ловуха была. Мы тоже свои закинем и немножечко отойдём. Ещё бы одну ракетку. Ой-ой-ой, как неправильно я сделал. Быстрее, быстрее, быстрее. Гарпун зашёл. Всё, придётся лечиться и откачиваться. Пацан там попадает. 7 тысяч здоровья у нас осталось. Печально, печально, печально. Что делать будем, ребятки? Ну, надо подлечиться, надо отойтиться. Вот сюда вот куда-нибудь в дальний угол давайте. Сейчас начинается геймплей галоковый. Но они тоже будут лечиться. Где наш парень? Парень тоже катится, молодец. Отходим в сторонку. Сейчас будем здесь перекрёстный огонь делать. Здоровья, как видите, нету почти что у нас. Пацан, просто сейвся. У тебя есть вертолёт, ты можешь от него играть. Сейчас я подлечусь, подъеду с той стороны. Будет приятно по ним стрелять. Вот они уже выезжают. Я потерялся. Хорошо, меня не видно. Засвета нету. Правда, радиус большой. Но из чего мы влево пойдём? Он за мной, что ли, пошёл? Нет, смотрите, налево поворачивает парень. Ну так и кульный бой, меня нравится. Стоп. Видим цель. Он нас-то видит? У нас тоже видит, хорошо. Давай, 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 мужик. Ловушки, я жду твои ловушки. Главное, чтобы меня с двух сторон не обошли. Ловухи были хорошо. Закидываем всё, что есть. И немного прячемся. Расстояние большое, ракеты могут не успеть дойти. Да, не успели, представляете, жесть. Надо ближе подходить. Ладно, давайте ещё раз попробуем. Ну и всё, слушайте, в него всё залетело отлично. Остался один паренёк. Ты-то наш живой будешь, нет? Ну, нормально, распределили урончик. Остался один парень. Что-то он даже не лечится, а его вертолёт душит, наверное. Хорошо. Ну всё, первый бой очень классный, очень интересный. Уже подходит к концу. Но мы пока ещё не закончили. Парень-то живой. Чё я тут? Ты выживешь? Нет, мужик? Давай, живи. Плыви он туда налево, что ли. Хурикан, да, неприятно. Да стреляй давай. Даже упреждение приятно брать на этой пушке. Хорошо, всё просто исчез во взрывах. 185 тысяч колоссальные цифры урона и 4 килла. Ставим лайки. У нас, кстати, два бота было, представляете? То есть мы ещё в меньшинстве оказались. Неплохо, неплохо. А тем временем у нас второй бой. Давайте смотреть составы. Если боты, ботов сейчас вообще нету. Отлично. Хорошо. Плывём вперёд. Окей, за нами уже вылетели, смотрите, два вертолёта. Надо как-то это всё дело спрятаться. ПВО-хи-то у нас есть? Ой-ёй-ёй, стой-стой-стой. Опять эти скалы на меня нападают. Самый главный противник у меня это скалы. Это очень опасная вещь. Комок, конечно, у нас упоротый, просто да нельзя, ага. Но я его выбил, надо его куда-то было воткнуть. Какой корабль, такой комок, как говорится, да? Хорошо, пацанчики уже начинают душить. Сейчас мы под него припаркуемся. Может быть, нам повезёт. Ой, прям вообще неприятно. На галоке, конечно, чувствуется вот это вот всё дело. Давайте назад откатимся, надо задушить его. Ну, вроде душится, слушайте, хорошо, да? Давай-давай-давай-давай, ПВО-шка, отрабатывай. Давай. Не повезло, не повезло. Ещё чуть-чуть. И? И у нас есть фраг вертолёта, замечательно. ПВО-хи работают, отлично. Можно даже оценочку им повысить, но они всё равно топовые, потому что их одна штучка. Ой-ой-ой, здоровый, мишик. Так, вопреждение ещё кидается, молодец. Хорошо, зашло. Ещё будешь? Резкий немного корабль, непривычно. Особенно после всяких ямат на пути новичка. Чё ты ловушки-то не юзаешь? Мне тебя калибрами разводить, что ли? Гарпун хороший, ракеты. Давайте калибра закинем, может повезёт. Да, с пушки его заберём, да и всё, чё. Не забрали, что ли? Калибр? Калибр не подводит. Калибр, говорю, не подводит, да? Пингусик немного подводит зато. Так, Форт Ворс. Я один остался. Фига я классный. Сильно не вылезаем вперёд. Опять у нас ниндзя какой-то будет стайл. Ну, как вы меня душите, вот эти вот все штуки. Так, куда плывём? Наверное, туда. Сейчас надо кайтиться, по-другому никак. Давай, вперёд. Четыре километра. Ну, вроде бы нормально, чё. На каких-то медленных ракетах играет. Ну, я всех-то не затанчиваю, вы чё, ребятки? Больно, пипец. Залетит? Нет, цифры урона показывает. Да, хорошо, 13 тысяч за шлом. Ну, немножечко уходим назад, значит. По самому краю давать. Нет, они сейчас справа отойдут. Надо вот сюда вот идти. О, попробуй догони этого ещё Галлока. Да, мы пока похилимся. Вот здесь они сейчас выйдут уже. Ну, хурики тоже быстрые. Хурики быстрые. Достаточно. У меня уже светанули. Не-не, мужик, не надо, не стоит. Ну, тут, наверное, без этого, без шансов всё-таки. Мне танковать-то нельзя на этом корабле. Заворачивай давай. Да, всё печально. Ну, мы старались. Тима просто подвела. Сколько? 158 тысяч всё равно набили. Естественно, ничего мы не вырезаем. Ну, что это за Тима? Слушайте, 37, 21, 9, 1. Ну, что это такое? Просто забей лайк, конечно же, варягу поставим. Молодец, мужик. Окей, погнали. Третий бой. Надеюсь, сейчас нам повезёт. Опять все живы. Карта максимально неприятная тоже. Мне опять кто-то звонит. Ладно, не будем обращать на это внимание. Звук я выключил. Всё хорошо. Ползём вперёд. Вот, чё-то кто-то спрашивает, слушайте. Кто знает, о чём говорят? Переведите, пожалуйста. Так, мы уже приплыли. Вертолёт нас, естественно, светит. Сейчас будет душить. Но у нас есть ПВОшки. Не забываем про это. Давайте немножечко развернёмся. Как ты это? Быстро едешь и как медленно разворачиваешься. Могут случиться проблемки из-за этого у нас с тобой. Ага. Чё, будем вертолёт душить? Нет, не будем. Потому что он на открытой местности. Мы сейчас сразу же к пацанам пойдём. Расчехлять наши ракетки. Будем по очереди стреляться, потому что чё-то калибрами мы не кидаемся совсем. А то они как-то очень лениво реагируют на ловушки. Если бы пацаны более активно использовали ловушки, было бы круче. Но они чё-то их вообще не используют. Так что это... Чё ты там, за горами, за долами стоишь? Вообще, ну чё они там спрятались? Ладно, давайте с той стороны отъедем. У нас есть тут какой-то недобитыш. Вот с ним мы поговорим. Ловушки были? Хорошо. Ну всё, тогда ты умер, мне кажется, так. Пока, мужик. Пока. Одна ракетка зашла и всё. Блин, я думал... Нет, я всё-таки в это в скалы летел. Хорошо. Так, ловухи будут? Нет. Ловух не будет. Мы закинем ещё одну ракету. Ловух не будет, да, я говорю. Хорошо. Вот ловухи есть, но калибр не прощает. Давай. Калибр долетает, калибр не прощает. Хорошо. Корабль максимально приятный. Особенно, когда тебя впятером не душат. Всё максимально классно. И пушки есть, которые могут добить. И ракетушки. Вот, здорово, мужик. Так, чё? По внешнему кругу поедем? Тоже галок, кстати, слушайте. Ну, какой-то он странный. Да. Моментально исчез. С радаров наших. Но пусть будет так. Осталась последняя цель. Ну, я говорю, галок больше для опытных пацанов, потому что здоровья очень мало. Нужно максимально аккуратно действовать. Вон, смотрите. Кейсы плавают. Так, там и большой корабль, да? Относительно контейнеров. Чипыньк. Прикольные элементы. У нас ещё как-то умудрились вдвое погибнуть. Как это произошло, я не знаю. Ну, видать, пацан самый крутой остался. 91 тысячу надамажил. Ну, давай будет. Хорошая дуэль у нас с тобой. Здравия полная. Всё на готове. Отлично. Так, ловушки-то пустил. Ну, в принципе, всё. Это нечестный бой, естественно. Мы вдвоём его бьём. Все ракеты залетают в цель. А чё все ракеты-то? Куда делись? Я в ловушки кинул? Или через торнадо они не прошли? Ну, тем не менее, мы победили. Хорошо. Быстрая игра. Мало урона, но зато 4, блин, кила. Лайкус обязательно ставим. Пацан старался. Тащил, но не вытащил. И давайте финалочка, как говорится. У нас есть 26-й, есть 56-й. А нет, это бот. 56-го левела, к сожалению, бот. То есть 50-го левела. Тиби какой-то. Тиби-тиби. Хорошо. Пусть будет так. Да хватит боком ехать. Ты поворачивай, пожалуйста, мужик. Сейчас очень важный замес. Очень сильные противники. Вот здесь сейчас они уже появятся, эти сильные противники. А, он за скалами, он не появится. Надо чуть-чуть откатиться. Во-во-во, душнилова пошло. Здорово, мужик. Вот он, Тиби. На опыте парень. Сразу по мне фигачит. Не успеет, наверное, долететь. Ракетки довольно медленные. А он еще пару раз у нас успеет закинуть. Пусть будет так. Играем со скоростью. Одна залетела. Хорошо. То есть на перегонки гарпун победил. Хуриканчик тоже. Блин, две ракеты зря пустил. Может, залетят. Может, он там испугался. Нет, скалы залетели. Хорошо. Так, это у нас, походу, бот плывет, да? 56-го левела. Забираем. Почему бы нет? Забрали. Отлично. Так, здесь уже противники близко. Вот с этим давайте поговорим. Распыляемся немножко, конечно, над целью, но они тут уже в довольно опасной близости к нам. Надо с ними тоже поговорить. Здорово, Хурикан. Конечно, по ракетам ты нас будешь перестреливать. По скорострельности. Но у нас есть динамика. Так что мы просто будем уходить от твоих ракет. Блин, со всех сторон душат неприятно. Следим за всем на радаре. И не только, еще и вокруг. Здесь будет приятнее стрелять, наверное, с калибров. Так, давай, давай в стороночку. Кайтим, 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 кайтим. Точнее, нас кайтят. Ну, все, он сдулся. Хорошо. Убили взглядом. Три на четыре остались. Мы, получается, убили бота и одного какого-то чувака. Вот что такое? Что происходит? Я не знаю. Сейчас по мне будут уже вкидываться. Надо похилиться, наверное. Окей, давай так. И еще одну. Успеем? Успели. Хорошо, отходим. Как на луне. А он... Нет, он не за препятствия. Как хорошо, как, конечно, калибры залетают. Вообще прелестно. Давай, заворачивай. Противников больше не вижу. Они все вот здесь вот стоят. Вдвоем причем гасятся. Окей. Тактикульный бой. Что тут еще скажешь? Пацан тактикульно едет в скалы, как я прям. Моя школа. Гарпунчик. Отлично. Забрали. Урон немного, но действий много происходит. У меня просто глаза разбегаются со всех сторон. И во все стороны. И вот уже противник рядышком стоит. Так на чем? Хурикан. Я в ловуху пустил, что ли? Нет. Ну и все. Калибр не прощает. Замечательно. Остался один Тиби тоже. Без ловушек. Но сейчас они уже откатятся, конечно. Фига мы на массе, да, пацаны? Давим. На галлоки. Крутых пацанов. Ну у нас, конечно, можно сказать, турбовин. Но я бы так не настаивал, потому что никакого турбозамеса-то по сути-то и не было. А вот сейчас мы можем откинуться, конечно. Один мимо стрит ушел. Стоп. На бафорсах стоит. Сильно мочит. Эх, в ловушке все закинули. Ну пипец, конечно, да, мы выпорхнули тут. Но ничего страшного, урон набили, пацан опытом затащил. Ну, естественно, сейчас у него уже не хватит сил. Не хватило совершенно чуть-чуть здоровья. И я зря две ракеты в конце пустил. Надо было, естественно, одну кинуть, потом вторую. Но я думал, он не успеет заюзаться. Ну давай, помираем уже. Хорошо. Ну, в принципе, бой мне понравился. Молниеносный, без стоялого. Пацаны, конечно, Тибики постояли, но мы старались и все сделали правильно. Лайкус, наверное, я поставлю все-таки нашему парню. Окей, ребятки, подводим итоги по всему первому киру. Начнем с модулей лучшей ракеты, по моему мнению, внезапно Гарпун. Я решил пересмотреть оценку 9 ведерок и поставить им твердую десятку. Отличный баланс урона и перезарядки. На втором месте грифины и калибры. Одни отлично спамят, калибры уничтожают все и вся. Пушки. Тут безоговорочно победили Акашки. АК-176 топовый топ, вне конкуренции. Автопушки, толку от них немного, но Бафорс показался эффективней. ПВО АК-630, альтернатив нет. Бомбометы РБУ-1000, альтернатив тоже нет. И вертолет К-27, он вне конкуренции, урона выше крыши. Окей, с модулями закончили. Теперь корабли начнем с Галока. Крайне крутая вещь, урона много, но выживаемость отсутствует. Поэтому корабль довольно непростой. Я им могу поставить только 8 ведерок из 10. А теперь выбираем топовый кор первого тира. За весь топ у нас выбились вперед 4 корабля, набравшие по 9 ведерок. Все они крутые, со своими плюсами и минусами. Это Форт Ворс, Тренд, Хаябуса и Тигр. Но один из них я могу выделить и поставить 10 из 10. И это Тренд. Корабль очень простой в управлении. Всего лишь одна ракетная кнопка. Есть имба-слот под вертолет, который уже может затащить бой самостоятельно. А самое главное, у Трента прочности в два раза больше, чем у Галока. Настоящий топовый топ. И вот на такой вот сборке можно на нем творить просто чудеса. И на этой чудесной ноте мы заканчиваем топ Т1 и плавно переходим в топ Т2. Начнем с Града Свияжска на вот таких вот модулях. Тамагавк, Марк 45 и 2 МК26. И конечно же напоминаю, что для поддержки канала у нас есть бустя для общения телеграммчик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Пока-пока.